И в заключение к новостям спорта. В Жанаузене впервые прошел большой домашний матч футбольного клуба «Каспий». Мангистауская команда принимала на своем поле Усть-Каменогорский Алтай. О спортивных баталиях наш корреспондент. Футбольный клуб «Каспий» впервые сыграл в Жанаузене. Пришли поболеть за любимую команду жителей и гости города. На стадионе собралось до трех тысяч человек. Игра с первой минуты захватила внимание зрителей. У нас команда сформирована профессиональная. Это очень сильная. Хотел бы отметить, что у нас очень сильный тренер Владимир Андреевич Никитенко. Поэтому команду сформировали. Поэтому у нас задачи стоят высокие. Победа, только победа. Поле мы прошли в сертификацию. Мы привели ее в порядок, соответственно. Мы привели в соответствие сертификации. Поэтому допустили нам игру. Этот стадион оставался заброшенным несколько десятков лет. Затем здесь провели реконструкцию. Поле привели в порядок. И теперь футбольная арена готова принимать любые матчи. Стадион имени Амина Туякова соответствует всем необходимым стандартам и требованиям ФИФА. Это первая домашняя игра футбольного клуба «Каспий». И думаю, проведение матчей первой лиги стало настоящим праздником для жителей города. Футбол не только игра. Футбол способен объединить тысячи и миллионы людей. Напряченный матч решился в пользу «Каспия» со счетом 4-1. В этом году команде предстоит сыграть еще 15 домашних встреч, чтобы выйти в высшую лигу. Илья Кудряков, Жазира Абиль, Жебек Жолы, Мангистауская область.